Отопление, ремонт дорог, установка забора. Эти и другие вопросы задали граждане на приеме помощнику президента, инспектору по Гомельской области Юрию Горлову. За помощью обратились жители двух многоквартирных домов из Турова. Уже более 30 лет они пользуются печным отоплением. С 2012 года полишуки неоднократно обращались в коммунальные службы и местный райисполком с просьбой обеспечить их газовым или электрическим отоплением. Однако решение не было. Юрий Горлов поручил ответственным лицам включить дома в проект 2025-2026 для внедрения электрического отопления. Кроме того, жители района попросили решить проблемы ремонта дорог, а также найти средства на установку заборов. Все вопросы Юрий Горлов взял на личный контроль. На уходящей неделе состоялось первое заседание областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь с участием наблюдателей. Его возглавил Петр Кириченко. Обсудили вопросы проведения избирательной кампании, в частности, выделение финансовых средств на подготовку и проведение выборов. Областная комиссия получила первую часть средств. Они распределены между ниже стоящими комиссиями. Кроме того, на заседание определили график работы членов Гомельской областной комиссии и обсудили другие организационные вопросы. Сейчас избирательная кампания находится на стадии сбора подписей за выдвижение кандидатов на пост президента страны. Он завершится 6 декабря 2024 года. Выборы президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года. В Гомельстекло открылась музейная экспозиция, посвященная истории завода. Она охватывает период развития завода с 1930-х годов до наших дней. Здесь можно знакомиться с историей производства рабочими династиями, мастерами стекла. В ходе открытия экспозиции сотрудники-ветераны получили почетный грамоты за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в создание исторического демонстрационного зала. В агрогородке Шерстин Ветковского района перезахоронили останки семи погибших воинов Красной армии, принимавших участие в кровопролитных боях, которые предшествовали освобождению Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Останки героев были обнаружены во время выполнения поисковых работ в конце лета. На территории Гомельской области ежегодно проводятся поисковые работы, а специалисты находят новые следы войны и погибших. Делай как надо! Белорусский комитет молодежных организаций запустил информационно-просветительский проект. Со студентами Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина встретилась первая белорусская женщина-космонавт, герой Беларуси Марина Василевская. Проект представляет собой посещение молодежных групп, аудитории, рабочих коллективов, гостями и спикерами, популярными в молодежной среде. Он затронет все регионы нашей страны. Таким образом, организаторы пытаются призвать молодежь объединить усилия, цели, а также подчеркнуть важность сохранения стабильности мира и безопасности на родной земле. А главное, уверенности в завтрашнем дне.